Здравствуйте, меня зовут Акилов Александр, я представляю компанию «Стройсистема». И сегодня мы вам расскажем про профессиональные уплотнители. Немножко слов о нашем ассортименте, что же мы предлагаем для выставления в магазинах Leroy Merlin. Это уплотнители для пластиковых окон, пожалуйста, под торговой маркой Ultima. Наиболее востребованные профили, которые сейчас пользуются на рынке огромной популярностью, это профиль Veka. Мы предлагаем в двух цветовых решениях, наиболее популярных это цвета белый и цвет черный. Также наиболее востребованный профиль из ПВХ это профиль Rehau. Соответственно, данный уплотнитель представлен только в черном цвете для ассортимента, который мы предлагаем. Также в нашем ассортименте представлен уплотнитель для деревянных окон с пазом, потому что, соответственно, уплотнитель должен вставляться в паз. Также наиболее востребованные цвета, цвет черный и цвет бежевый. Хотел бы несколько слов отметить, зачем же нужен профессиональный уплотнитель. Почему он так важен непосредственно в конструкции самого оконного блока? Какой бы хороший оконный блок мы бы с вами не выбрали, не поставили в нашей квартире, важно, чтобы наше помещение было защищено от внешних воздействий, от проникновения воздуха, влаги, пыли, чтобы ничего не попадало в наше помещение и помещение было полностью защищено. Профессиональный уплотнитель выполняет именно такую роль. Если уплотнитель некачественный, соответственно, у вас оконная рама будет неплотно прижиматься, у вас будет промерзание в зимний период, либо продувание, свист и так далее. Соответственно, конечный потребитель будет недоволен итоговым продуктом, что, скажем так, будет негативно уже отражаться на всей продукции. Если в магазин Люра Мерлен обратился потребитель и ему требуется замена уплотнителя, то, соответственно, вы можете ему порекомендовать нашу продукцию, потому что данная упаковка рассчитана длиной 5,5 метров, что хватает для стандартного окна или стандартной двери. В принципе, не нужно привлекать какие-то дорогостоящие сервисы и пользоваться какими-то дорогостоящими компаниями, чтобы вызывать мастера, который приедет и будет уже непосредственно менять уплотнитель у вас дома. Это выйдет гораздо дороже. Вы можете сориентировать конечного потребителя на наш ассортимент уплотнителей, потому что здесь представлен широкий спектр непосредственно профилей ПВХ, которые подойдут и будут свободно заменены. Поэтому достаточно потребителю приобрести один или два пакета с уплотнителями. В зависимости от задач, которые перед ним стоят, это будет одно окно, либо два, либо три. И, соответственно, самому можно будет легко произвести эту замену. Также дальше мы предлагаем сопутствующий ассортимент. Это клей, который непосредственно понадобится для склеивания уплотнителей, чтобы не было продувания. Потому что уплотнитель вставляется в паз, он не приклеивается, необходимо нам склеить только окончание уплотнителя. Чтобы в этом месте не было продуваний, не попадала влага и так далее. Мы используем специальный циано-окрилатный клей. Клей секунды называется Космофен ЦА-12. Для дальнейшего ухода за уплотнителями можно использовать набор для ухода за окнами под торговой маркой Ультима. В комплект входит два тюбика. Средство для ухода за уплотнителями и средство для смазки фурнитуры. Уплотнитель под торговой маркой Ультима выполнен из современного материала. Этот материал ТЭП термоэластополимер. Данный материал обладает всеми необходимыми нам характеристиками, чтобы обеспечить надежную защиту помещения. Потому что многие клиенты приходят и спрашивают, а будет ли данный продукт надежно защищать наше помещение после замены. Мы можем смело ему ответить, что да, потому что он соответствует всем необходимым техническим характеристикам. Такими как восстанавливание после длительной деформации. Например, в зимний период, когда окна были продолжительное время закрыты. Вы их открываете на какой-то короткий период. Уплотнитель из некачественного материала может просто слепаться и не восстанавливать свои размеры. А что это значит? Это значит, что у вас при закрытии окна будут возникать щели и будет продувание помещения происходить. Вот, соответственно, здесь уже длительный срок службы. Наш уплотнитель, самое главное, эластичный, устойчивый к погодным воздействиям, ультрафиолету, скажем так, озону и другим погодным воздействиям. Что это означает? Скажем, в летний период уплотнитель может высыхать, желтеть и просто трескаться. Соответственно, у вас будут образовываться опять же щели, трещины и уплотнитель просто можно будет выкинуть. Уплотнитель стойкий к изменениям температуры. Соответственно, он работает как от минус 50, так и до плюс 90 градусов широкий диапазон температур. Соответственно, можно применять как в южных регионах, так и в сибирских регионах, где перепад температур достаточно очень большой. Ну и, соответственно, опять же, легкий монтаж каких-то специальных инструментов, навыков не потребуется клиенту, потому что его очень достаточно легко заменить непосредственно уже в самом окне и не тратить дополнительные деньги, привлекая сторонние организации и отдельных мастеров для замены уплотнителя. По сути, это идеальное решение для замены старого уплотнителя. Или, если вы купили окна, у вас отсутствует гарантия, а уплотнитель был установлен некачественным заводом-производителем. Соответственно, решение идеальное для покупателя. Прийти в магазин Leroy Merlin, выбрать необходимый тип профиля, который установлен у клиента, посмотреть, какой цвет наиболее подходит по дизайну и интерьеру, и самостоятельно произвести замену и приобрести дополнительные средства для защиты, для склеивания материала. Здравствуйте, меня зовут Цветков Александр, я технический специалист компании «Стройсистема». Сейчас я покажу вам, как в домашних условиях своими руками произвести замену уплотнителя на окне. Что для этого нам понадобится? Отвертка плоская, нож канцелярский или любой другой, непосредственно сам уплотнитель и клей секундный СА-12. Итак, первый этап. Производим демонтаж старого уплотнителя, который у нас установлен на окне. Для этого берем отвертку, подковыриваем, либо, если есть возможность, берем, поддеваем руками уплотнитель и выдергиваем его по кругу. Итак, переходим непосредственно к самой установке уплотнителя. Если посмотрим на разрез, вот здесь у нас будет такой, так называемый, копье-замок, которым мы устанавливаем в паз, где находился старый уплотнитель. Очень важно, чтобы вот этот усик смотрел на саму створку, то есть вот в эту сторону. Не вверх, а на саму створку. Итак, как это делается? Замену начинаем с верхней части створки, с середины. Вставляем в паз и просто надавливаем пальцем. Обратите внимание, вот эта часть, плоскость, она у нас ровная. И усик, про который мы говорили ранее, смотрит на створку. Доходим до угла, делаем загиб. И так же пальцами надавливаем. Уплотнитель не должен растягиваться, он должен устанавливаться, как он идет. Отрезаем установленный уплотнитель длиной на 5 мм больше, чем место стыка. И ставим разбор. Место стыка проходим клеем капелькой СА-12. Аналогичным образом производится замена уплотнителя на самой раме. Точно так же производится демонтаж и монтаж от середины и верхней части рамы по периметру. Для продолжения срока службы уплотнителя мы рекомендуем использовать специальные средства, которые есть в нашем ассортименте. В данном случае это набор по уходу за окнами Ultima, в котором есть средства для ухода за уплотнителем и средства для смазки фурнитуры. Для чего применяется средство по уходу за уплотнителем? Для того, чтобы уплотнитель не терял свою эластичность на протяжении долгих лет. Это не такая трудоемкая процедура. Каким образом мы это делаем? Старый уплотнитель протираем мыльным раствором водой, тряпочкой. Даем высохнуть, берем средства по уходу за уплотнителем, наносим на чистую салфеточку и точно так же аккуратно производим смазку уплотнителя по периметру. Наш уплотнитель обработан, не такая трудоемкая работа, а продлевает срок жизни уплотнителя на долгое время. А теперь покажу вам, каким образом производится замена уплотнителя в деревянных окнах с пазом. Обратите внимание, одна часть уплотнителя имеет плоскость. Этой же плоскостью он устанавливается в паз вот на эту плоскую часть. Итак, берем уплотнитель, кладем его и делаем зарез под углом 45 градусов. Вставляем плоской частью в паз и просто нажимаем. Уплотнитель точно так же легко садится. Берем другую часть и зарезаем под углом 45 градусов. Втыкаем в другой паз, стык в стык. Вместо стыка, где стыкуется уплотнитель, между собой склеиваем клеем CA12. Сегодня мы специально для вас сделали краткий обзор, который позволит вам больше узнать о профессиональных уплотнителей для окон и дверей ПВХ, для окон и дверей деревянных с пазом. Также мы показали вам, как можно все это легко и просто заменить, чтобы вы все это смогли донести до конечного покупателя. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok